За 4 года до полномасштабного вторжения в Украину военная разведка России попала в громкий международный скандал. В 2018 году в британском Солсбери разведчики ГРУ, ныне Главное управление Генерального штаба Российской Федерации, совершили покушение с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок» на своего бывшего коллегу Сергея Скрипаля и его дочь. Офицеры ГРУ Мишкин и Чипига, известные под вымышленными именами Баширов и Петров, выполнить задачу командования не смогли. Скрипаль и его дочь хоть и пострадали, но выжили. Более того, при покушении погибла 44-летняя гражданка Британии Дон Стерджес. Попал в реанимацию сержант криминальной полиции. Причина во флаконе с ядом, который россияне выбросили в первый попавшийся мусорный бак после нанесения «Новичка» на ручку двери дома Скрипалей. Лондон обвинил Москву в применении химического оружия на территории Королевства и выслал 23 российских дипломата. Великобританию поддержали США, НАТО, Германия, Франция, Евросоюз. Петров и Баширов были наказаны публично в самой же России. Пропагандистка Симоньян в эфире государственного телевидения провела показательную порку разведчиков. После этого интервью в социальных сетях забурлило огромное количество мемов, шуток и домыслов о гомосексуальности офицеров ГРУ, поехавших посмотреть в Солсбери на знаменитый шпиль. Кремль же открестился от спецслужбы и отверг любые попытки связать себя с отравлением. Но кто же руководил офицерами ГРУ и почему эта служба так часто заканчивает операции провалом? Третьим участником скандала с отравлением Скрипалей стал генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, который курировал операцию. Однако более важной фигурой в этой и многих других историях кажется командир секретной части 29-155 в Москве генерал-майор Андрей Аверьянов. Именно он является командиром Петрова и Баширова и даже руководил ими лично в организации взрывов складов боеприпасов в Чехии. В одной из диверсий тогда погибло двое рабочих, а сумма ущерба от взрывов составила больше 1 миллиарда крон, около 47 миллионов долларов. Петров и Баширов также присутствовали на свадьбе дочери своего руководителя. В 2014 году командир секретной части Аверьянов был награжден званием Героя России за аннексию Крыма. Считается, что он может иметь отношение к командованию сил специальных операций в Синеже, военная часть 99-450, «Зеленым человечком». Расследователи полагают, что Аверьянов, его друг Анатолий Чепига, а также, возможно, присутствовавшие на свадьбе Петров Мишкин и другие бойцы ГРУ, могут составлять в неведомственную группу, специально подобранную из разведчиков, хорошо проявивших себя в других военных конфликтах и знакомых между собой. Они, вероятно, подчиняются напрямую руководству Министерства обороны. Фото и видео со свадьбы дочери Аверьянова дают основания предполагать, что Чепига и Аверьянов дружат с семьями. О жизни командира ГРУ известно мало. Вероятно, Аверьянов родился в Ашхабаде, жил в первом военном городке, где учился в русской школе, окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В.И. Ленина. Разведчик участвовал в боевых действиях в Афганистане и на Балканах. Позднее Аверьянов поучаствует в составлении биографической справки на украинского подполковника Виктора Сливного, погибшего 11 августа 1993 года на территории Югославии в Анклаве-Гарадже, Босния. Судя по тексту, Аверьянов мог знать об обстоятельствах гибели Сливного и, скорее всего, проходил службу в составе миротворческого контингента на Балканах, по итогам которой мог получить еще один из трех предположительно имеющихся у него орденов мужества. Третий орден Аверьянов мог получить за службу в Чечне. Несмотря на секретность, узнать о тайнах героя России не так сложно. Сотрудники спецслужбы пользуются обычными почтами при личном общении и часто их тайны становятся доступны обществу. Аверьянов, командир важнейшей секретной части, интересуется работой гораздо меньше, чем личным отдыхом. Пока офицеры ГРУ устраивали шпили-вили в среде англосаксов, русский разведчик Аверьянов, официально женатый, возил молоденьких эскортниц в Крым, в аннексии которого сам и участвовал. Генерал-майор и герой России любит подобные развлечения, несмотря на наличие супруги, и тратит на проституток бюджетные деньги. Андрей Владимирович любит выделять для своих пассий и служебные автомобили, например, «Лексус ЕС-350». Сотрудница ЗОЛД, зала официальных лиц и делегаций, рассказывает следующее. Аверьянов, пользуясь званием Героя РФ, почти всегда пользуется услугами VIP-залов, в том числе ЗОЛДА для романтических путешествий и комфорта. Из открытых источников можем узнать имена любовниц Аверьянова. Первая дама сердца разведчика – Харченко Екатерина Николаевна, 1993 года рождения. С ней генерал омолаживался в июле 2020-го, когда через ЗОЛД в Шереметьево улетел в Симферополь, а 8 июля уже вернулся на службу. Сам Аверьянов приехал в аэропорт на Тойота Кэмри, а Екатерина Николаевна на служебном «Лексус ЕС-350». Развлекался Андрей Владимирович в отеле «Крымский Бриз», ПГТ «Парковая», «Парковое шоссе 39», с включенным в стоимость хамамом, финской сауной, бассейном. Вторая девушка – Русинова Мария Владимировна. Как и в прошлый раз, Андрей Владимирович уже с новой пассией направился в аннексированный Крым. 5 октября 2020 года через ЗОЛД в Шереметьево улетел в Симферополь, а 10 октября прибыл домой. Третья пассия ГРУшного Донжуана – Барская Жанна Владимировна. Сладкая парочка, например, отдыхала в Сочи, где, наверное, праздновала День Победы. 8 мая 2021 года через ЗОЛД во Внуково герой РФ с Жанной Владимировной улетел в Сочи, а 12 мая прилетел в Москву. Выяснив подробности жизни разведчика ГРУ, становится понятно, что международных скандалов военной разведки России не удается избежать из-за полного хаоса, абсолютной некомпетентности и разгильдяйства. ГРУ занимается заказными убийствами, хакерскими атаками, диверсионно-политической деятельностью. Однако системность развала спецслужбы не позволяет проводить успешные операции. Все, так или иначе, заканчивается у военной разведки РФ провалом. Именно поэтому вооруженные силы РФ остаются слепыми и глухими. ГРУ в смертельной агонии. Международные скандалы не мешают ФСБ и Путину уничтожать военную разведку. Обессмыслив все вокруг себя, президент России Владимир Путин и себя обессмыслил. Полковник ГРУ Квачков Российская Федерация, как прямой наследник СССР, до сих пор не смогла и не собирается избавляться от империалистических амбиций. Война стала для России единственно возможным способом существования, определяющим принципам, а вместе с тем и основной угрозой, исходящей из самой себя. Желание РФ диктовать свои условия независимым государством во всем мире порождает необходимость ведения безустанной подрывной деятельности, вечного саботажа и диверсии в других странах. Спецслужбы должны работать слаженно, как цельный механизм, руководствоваться едиными принципами. Однако в путинской России компромиссы невозможны. Власть превратилась из инструмента в абсолютную ценность. Междуусобные войны в силовых структурах РФ приоритетнее для нынешнего руководства, чем сами внешнеполитические задачи. Старая пословица «бей своих, чтобы чужие боялись» превратилась при каннибальском режиме Путина просто в «бей своих». Сейчас в России существует шпионская триада из Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, ГРУ, Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности. Любимой структурой нынешнего президента России является, конечно же, ФСБ, главой которой он сам некогда являлся. Путин делегирует этой спецслужбы сферы, которые ранее были прерогативой ГРУ и СВР. Более того, многие миллиардеры, высшие чиновники и капитаны российской экономики являются выходцами из ФСБ и во времена Путина смогли позволить жить в такой роскоши, которая не могла и присниться высшему руководству Коммунистической партии СССР. ФСБ, пользуясь полным доверием президента, очевидно ставит себе целью вернуться во времена структуры с абсолютными полномочиями советской НКВД. Для этого путинская спецслужба подставляет структуры коллеги либо тайно, срывая операции, либо более прямолинейно, выдавая данные сотрудников ГРУ. Например, в 2014 году ФСБ опубликовало данные 79 сотрудников военной разведки РФ, работавших под прикрытием по всему миру. Зачистка ГРУ началась еще при министре обороны РФ Павле Грачеве в 1992-1996 годах, а затем лишь стремительно усилилась. Генерал-лейтенант Дмитрий Герасимов, бывший начальник управления ГРУ, заявлял в 2011 году, что спецназ развален абсолютно сознательно. Из 14 бригад и двух учебных полков ГРУ в лучшем случае осталось не более 4 бригад. При этом надо понимать, что это уже не спецназ ГРУ, а обычная войсковая разведка, входящая в состав сухопутных войск. Ликвидирована одна из лучших бригад, Бердская. Могу утверждать, что также ликвидирован так называемый ОСНАЗ, части радиоэлектронной разведки. По сути, мы строим вооруженные силы, которые ничего не видят и не слышат. Военная разведка, помимо сильнейшего давления со стороны коллег и правительств стран, где разведчики успели провалить операции, наталкивается еще на ряд проблем. Первая и главная – коррупция, которая пронизала всю вертикаль власти снизу доверху. Вторая причина, тесно увязанная с первой – неспособность властей сформулировать внятную, обоснованную концепцию национальных интересов, определить реальные вызовы. Российские спецслужбы в центре внимания Несмотря на вышеуказанные условия, военная разведка РФ продолжает работать, влияя на политику иностранных государств, обнаруживая и воруя секретную информацию, например, о сбитом MH17 и дестабилизируя ситуацию за рубежом. Закономерно, тем не менее, что деятельность ГРУ часто заканчивается безуспешно, а иногда и вовсе провалом. Российские разведчики оказываются не в состоянии выполнить поставленные задачи. Они провоцируют международный скандал и их высылают из страны. Последние значительные провалы спецслужб РФ касались кибербезопасности. Хакеры ГРУ были рассекречены при провальной попытке взлома компьютерных систем Демократической партии США, Антидопингового агентства, Организации по запрещению химического оружия, ОЗХО, ряда гражданских и государственных объектов США и Европы, в том числе Белого дома, НАТО, ОБСЕ и корпорации Майкрософт. Европейский Союз неоднократно вводил санкции против структур и сотрудников ГРУ. В свою очередь, бывший американский госсекретарь Майк Помпео внес Россию в список врагов США. Причиной послужила кибератака «Санберст», которую, по заявлению ФБР, невозможно было совершить без государственной поддержки. Примечательным итогом закончилась попытка хакеров ГРУ атаковать ОЗХО в ГААГе 13 апреля 2018 года, которую предотвратила служба военной разведки и безопасности Нидерландов. В тот же день из страны были высланы 4 россиянина с дипломатическими паспортами, являющиеся российскими шпионами. Подозреваемые – Алексей Маринец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин работали на пятый главный центр специальной службы ГРУ, который также атаковал сети Министерства иностранных дел Британии вскоре после отравления Сергея Скрипаля. Разведчиков задержали. Невероятно, но у одного из них обнаружили квитанцию на такси от Несвижского переулка в Москве, где располагается здание ГРУ, до аэропорта Шереметьево. В итоге ЕС ввел санкции против сотрудников ГРУ и самого пятого главного центра. Голландские спецслужбы также сообщили, что шпионы РФ намеревались выкрасть данные о сбитом России Boeing MH17. Подобных скандалов не удается избежать из-за полного хаоса, абсолютной некомпетентности и разгильдяйства в структуре военной разведки. В 2015 году хакерская команда «Анонимный интернационал» получила доступ к почтовому массиву и устройствам помощника и секретаря бывшего руководителя Департамента строительства Министерства обороны РФ. Незашифрованные служебные документы, представляющие собой секретную информацию, передавались через бесплатные почтовые сервисы типа «Яндекс.ру», «Мэйл.ру» и американский «Джимейл.ком». В 2018 году журналисты-расследователи издания «За Инсайдер» разыскали, что по адресу связанной с хакерскими войсками части ГРУ зарегистрированы машины 305 сотрудников, и один из них Алексей Маринец, член высланной в апреле из Нидерландов группы шпионов РФ. Таким образом, пишут в издании, «Любой человек с доступом к базе данных ГИБДД может получить имена, паспортные данные и телефоны нескольких сотен сотрудников ГРУ». Халатность руководства и отсутствие полноценной поддержки со стороны правительства не позволяет выполнять и более деликатные задачи. Заказные убийства оппонентов Путина и разведчиков-перебежчиков за границей. Времена, когда неугодного партии элемента могли безнаказанно зарубить ледорубом в Мексике, давно прошли. Однако на Менклатуре такие методы работы жизненно необходимы. Меняется лишь оружие. Сегодня работать нужно скрытно, убивать тихо, а следы преступлений заметать на самом высоком уровне. Для этого российских шпионов готовят на специальных базах. Например, в 2019 году стало известно, что ГРУ в течение 2014-2018 годов тренировали 15 своих агентов во французских Альпах. Они являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управления так называемыми «мертвыми почтовыми ящиками», которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией. Западные спецслужбы вышли на след этой группы в ходе расследования покушения на Скрипалей. В период с 2014 по 2018 годы российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городках на юго-востоке Франции, в том числе Шамани и Эвиане. Агенты работали в Болгарии, Молдавии, Черногории и других странах. Однако избалованные капиталистическими жвачками разведчики убивать без лишнего шума не могут, даже после специальных подготовительных лагерей. ГРУшники проваливают задачи так громко, что им остается лишь оправдываться в эфире телеканалов для сохранения жизни и карьеры. К слову, это у них получается тоже плачевно. Отличительным примером воспитания будущих кремлевских разведчиков послужит случай насилия над подчиненными в 78-й отдельной роте в Хабаровском крае. Майор Олег Панов и его заместитель капитан Александр Ярушевич насиловали своих подчиненных черенками от швабры и снимали это на мобильный, а также применяли другие формы физического насилия. В сентябре этого года их задержали. Наиболее примечательными неудачами изнасилованной швабрами разведки РФ являются отравление нервно-паралитическим ядом бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его семьи, диверсии на складах оружия в Чехии и Болгарии, покушение на оппозиционера Алексея Навального. Ледоруб заменили отравляющими веществами, взрывчатка осталась в арсенале. Главными героями этих международных скандалов стали разведчики Руслан Баширов и Александр Петров, они же офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чипига из секретной части номер 29-155. Данные персонажи наиболее ярко демонстрируют нынешнее состояние мозга вооруженных сил России. Они глупы, прямолинейно жесткие, расхлябаны. По вине российских спецслужб гибнут ни в чем не подозревающие граждане иностранных государств, страдает инфраструктура, зарождаются политические кризисы. При попытке убить Скрипаля погибает 44-летняя британка Дон Стрэджес, в тяжелом состоянии житель Солсбери Чарли Роули. Все из-за того, что Петров и Баширов выбросили флакон с опаснейшим новичком в обычную урну. Этих же сотрудников ГРУ обвиняют и во взрывах боеприпасов в Чешской Врбетице в октябре 2014 года и в Болгарии в период с ноября 2011 года по 2020. Целью взрывов стали срыв поставок оружия в Грузию и в Украину, с которой Россия находилась и находится в состоянии вооруженного противостояния. После этого Болгария объявила одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон-грата. В свою очередь Чехия, где из-за российской диверсии погибло трое человек, выслала 18 дипломатов РФ, являющихся агентами спецслужб. В знак солидарности с Чехией российских шпионов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. В феврале прошлого года Болгария также назвала имена троих россиян, обвиняемых в попытке отравления известного бизнесмена и торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына Христа и директора их компании. Представитель главного прокурора Болгарии Сий Камилева заявила, что эти трое россиян с высокой долей вероятности имеют отношение к ГРУ. Туристическое агентство ГРУ. Принципы и методы работы структуры. Для того, чтобы знать, кого травить или что взрывать, необходимо провести сбор информации, завербовать людей, обладающих или имеющих доступ к необходимым данным. Для этих целей военная разведка РФ направляет в нужную страну своих агентов под видом дипломатов. Работа ведется непосредственно из российских посольств, часто в связке с сотрудниками другой структуры – СВР. Например, директор немецкой контрразведки заявлял, что треть российских дипломатов, работающих в Берлине, являются шпионами. В свою очередь французские спецслужбы сообщали несколько лет назад, что в стране находятся около 50 российских шпионов с дипломатическим статусом. В 2014 году во Франции опубликовали расследование, разоблачающее полковника ГРУ, шпионившего в Париже за близким окружением Франсуа Оланда. Разведчик интересовался личной жизнью, друзьями и связями французского президента. Для этого он приглашал влиятельных людей на неформальные встречи, где предлагал взятки, а затем шантажируя вербовал. Под видом заместителя военно-воздушного атташе в посольстве России во Франции, сотрудник спецслужбы посещал все значимые мероприятия в военной академии, в Институте вооружений и в Фонде стратегических исследований ФРС, где знакомился с высокопоставленными военнослужащими, исследователями и журналистами. Шпионов РФ учат, что для успешного налаживания контактов, каждые две недели в беседах с человеком должно звучать приглашение на ужин. Именно так полковник ГРУ и делал. За хорошей закуской он выдавал им информацию о русской армии или о военных взаимоотношениях между Парижем и Москвой. Чтобы заинтересовать их еще сильнее, вручал им подарок, например, ручку Монблан или бутылку виски хорошей марки – стандартные подарки сотрудников КГБ. Если человек брал ручку или бутылку, значит он готов к вербовке. Затем разведчик действовал классическим образом. Начинал просить сведения, сначала незначительные, потом все более серьезные и предлагал несколько маленьких статей, содержащих задуманную в Москве дезинформацию. В обмен он дарил более существенные подарки, например, семейное путешествие. Принимая подарок, человек становился шпиону-коллегой и его начинали обрабатывать с тайными встречами за границей и кипами купюр. Однако продолжалось это недолго. На полковника ГРУ вышли контрразведчики из Центрального управления внутренней безопасности Франции – DCRI. Рассекреченный шпион в считанные часы добрался до Москвы. ГРУ и СВР часто попадают в подобные ситуации и иногда их действия приводят к более серьезным последствиям. Например, в Болгарии была вскрыта настоящая шпионская сеть, работавшая на Москву. В нее, в частности, входили бывший военный разведчик Болгарии Иван Ильев, который, кстати, в свое время окончил курс в советской разведшколе при ГРУ. В группу вошли и другие важные персоны – сотрудник Министерства обороны, участвовавший в формировании бюджета этого ведомства, действующий сотрудник разведуправления, его коллега, неоднократно входивший в состав болгарских военных контингентов за границей. Наконец, неординарным персонажем представляется бывший дипломат-разведчик военной атташе в зарубежных странах Любомир Медаров, ставший к настоящему времени руководителем отдела секретного делопроизводства Болгарского парламента, Народного собрания. Связной Ильева была его собственная жена, гражданка России, которая доставляла информацию напрямую в посольство родной страны. ГРУ платила своим болгарским агентам 2000 левов, около 1200 долларов. Главной задачей сети был сбор информации о координационном центре НАТО в Варне, политике НАТО и ЕС в отношении России, Белоруссии, Украины, Сирии, локальных конфликтов наподобие Нагорного Карабаха, деятельности ЦРУ в Болгарии, контактных лиц Министерства обороны Болгарии в США и Британии, рабочих встреч с представителями западных стран, имена партнеров, тематика переговоров. Примечательно, что основных фигурантов задержали прямо по дороге в посольство РФ в Софии. Из Болгарии были высланы три сотрудника ГРУ. Военный атташе, капитан первого ранга Владимир Ломакин, его заместитель полковник Сергей Власенко и советник посольства Борис Смирнов. К слову, Болгария до сих пор рассматривает дело Николая Малинова, работавшего на Кремль с целью переориентации Болгарии с Евроатлантического на пророссийский курс развития. Похожие цели спецслужбы РФ ставили и в Черногории, где ГРУ готовило государственный переворот. В его организации обвинили Эдуарда Шишмакова, сотрудника российского посольства в Варшаве, и Владимира Попова, Моисеева, работавшего на ГРУ. Последний, кроме того, являлся соседом Петрова, отравившего Скрипалей. Агентурную сеть также вскрывают в Германии, где шпионы попадаются при попытке украсть планы здания Бундестага, и в Риме. Здесь задерживают военного сотрудника посольства РФ и старшего офицера ВМС Италии при попытке договориться о передаче информации за деньги. Российские шпионы годами, иногда десятилетиями живут в иностранных государствах, ведя подрывную деятельность. Когда руководство не в состоянии обеспечить их дипломатическим прикрытием, шпионам приходится жить на нелегальном положении, под чужими именами и вымышленными биографиями. Нелегалы делают вид, что родились и выросли в дружественной стране, и пытаются получить секретную информацию, обычно доступную только местной, политической или военной элите. Например, в 2016 году в Мадриде рассекретили российского разведчика, который 20 лет провел в Испании на нелегальном положении и под вымышленным именем Генри Фрид. Сотрудник российской разведки попал в поле зрения британских спецслужб благодаря показаниям по делу шпионки нелегала в США Анны Чапман, притворявшейся там предпринимательницей и еще десяти человек. ФБР провела обширное расследование и сообщила о сети российских призраков, работающих в Америке. В 2016 году специальный прокурор Роберт Мюллер, выпустивший расследование о вмешательстве России в американские выборы, писал, что история с московскими шпионами-нелегалами лишь верхушка айсберга. Меньше знаешь – крепче спишь. Больше знаешь – погибнешь. При Ельцине главы ГРУ сменялись чуть ли не ежегодно, а точнее говоря, погибали при загадочных обстоятельствах. С приходом Путина эта тенденция встала на десятилетнюю паузу, но после войны в Грузии была вновь запущена. В августе 2010 года в Сирии утонул 52-летний генерал-майор Юрий Иванов. Его тело обнаружили у берегов Турции, без одежды в нательном крестике. Следующий глава ГРУ Игорь Сергун умер в 2016 году, по официальной версии, в доме под Москвой. Однако, скорее всего, местом его смерти стал Ливан. Сергун незадолго до своей смерти побывал в Дамаске с особой миссией. Российский президент Владимир Путин просил сирийского лидера Башара Асада уйти в отставку. Приемником Сергуна стал Сергей Коробов, который проработал на должности всего два года и умер от продолжительной болезни. Это и не удивительно, ведь на каденцию Коробова выпала череда провалов ГРУ от Скрипалей до MH17. К слову, ФСБ убивает и своих собственных сотрудников из числа тех, кто решает выйти из бизнеса. Бывшего сотрудника КГБ ФСБ Литвиненко отравили радиоактивным веществом полонием в Лондоне после его увольнения из структуры. К убийству причастны лично Путин и бывший глава ФСБ Патрушев. Бывает, что российским шпионам все-таки удается избежать такой жестокой участи. Бывший полковник СВР Патеев и Запорожский, начавший работать на иностранные спецслужбы, смогли скрыться от ФСБ и сохранить себе жизни. Итоги и инфографика В компетенции кастрированной военной разведки РФ сейчас находится ряд специфических задач. ГРУ занимается заказными убийствами, хакерскими атаками, диверсионно-политической деятельностью. Коллеги из путинской триады силовиков, в первую очередь ФСБ, желают отобрать у ГРУ большую часть зон влияния. Многие эксперты считают, что причиной таких взаимоотношений, а затем и развала всей системы ГРУ, стала монополизация структуры сбора и аналитики эксклюзивной информации. Однако ветераны службы называют три причины, объясняющие всю сумму мероприятий по ликвидации военной разведки. Первое. Основной бизнес заказчиков, так называемые реформы ГРУ, связан с отмывкой денег и офшорами. И только стратегическая разведка ГРУ могла представлять угрозу для этого бизнеса, поскольку обладала возможностями контроля и слежения за подобными акциями. И при этом не принадлежала к корпорации КГБ, ФСБ, СВР. Второе. В России уже сформирована некая неформальная спецслужба, обслуживающая интересы узкой группы лиц, реально управляющих страной. Работающие на эту структуру люди не собраны вместе, а служат в самых разных подразделениях различных спецслужб РФ. Для успешного функционирования подобной сетевой системы избранных важно решить одну непростую задачу – уничтожить все альтернативные источники разведывательной информации, способные на независимый сравнительный анализ. Третье. Конкуренция. Позиции ФСБ и СВР может защитить высшее руководство страны, близкое к этим спецслужбам. Интересы ГРУ этим людям чужды. Возможность предоставить конкурентное преимущество своим важнее, чем решение реальных разведывательных задач. Тем не менее, эти причины являются лишь составными частями одного явления – российского государственного каннибализма, существовавшего и при СССР, и ранее в истории. Российская Федерация использует варварские методы не только при захвате или разворовывании других стран, а и внутри своего же государственного аппарата. Но во втором случае эти методы становятся самоубийственными, разрушающими изнутри само государство-носитель. Люди, правящие Россией, преследуют лишь одну цель – удержать власть ради дальнейшего обогащения, не забывая и про империалистическую сущность управляемой ими страны. Клептократическое, империалистическое государство России уничтожает все вокруг, а в конечном счете и само себя. И смерть военной разведки РФ – это яркий симптом этого губительного цикла, ассоциирующегося с термином «Уроборос». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова